Бог создал человека по образу и подобию своему, дар бесконечно великий. А человек, разумно свободное существо, сделал себя неблагодарен пред своим Творцом, оскорбил его своим вероломством и неверностью, гордостью пред ним, захотел сделать равным Творцу своему и пошел против него. Всякий грех есть война против Бога. Но о бесконечной дар любви Божией к людям, когда мы так глубоко пали, согрешив против Творца, когда пали от жизни и смерть, ринувшись от Бога, живого жизни своей, и раслили себя грехами, когда нам угрожала вечная смерть, Бог послал на землю Искупителя мира, Сына Своего Единородного, в подобии нашей плоти, просветить нас, пострадать за наши вины и таким образом очистить нас от грехов через покаяние, веру в Него и привести опять к Отцу Своему, от которого мы отпали. Да ценим это величайшее благодеяние Божие к нам, и да не не родим, а толиком спасения. Будем памятовать постоянно свое распление греховное, и благодатными средствами, предлагаемыми Церковью, обновляться. А еще есть ли кто во Христе, тот новая тварь? Новые ли мы, или те же ветхие, с теми же грехами? «Христос, Сын Божий, святейший Бог, не стыдится называть братьями нас, грешников, а Ты не стыдись называть братьями и сестрами, по крайней мере, бедных и незнатных, простых людей, родственников по плоти или неродственников, и не гордись пред ними, не презирай их, не стыдись их, ибо мы все действительно во Христе братья, все отрождены водою и духом, вкупели крещение и стали чадами Божьими. Все нарицаемся христианами, все питаемся плотью и кровью Сына Божия, Спаса Мира. Над всеми нами совершаются таинства церковные. Все мы в молитве Господне молимся, Отче наш, и равно все называем Бога своим Отцом. Мы не знаем другого родства, кроме родства духовного, высочайшего, вечного, который даровал нам Владыка Жизни, Творец и Обновитель нашего естества, Иисус Христос. Ибо это одно родство есть истинное, святое, пребывающее. Земное же родство неверно, изменчиво, непостоянно, временно, тленно, как тленно плоти кровь наша. Итак, обращайся просто со человеками, как равный с равными, и ни пред кем не превозносись, а напротив смиряйся, ибо всякий возносящийся смирится, а смиряющий себя возвысится. Не говори, я образован, а он или она нет, он или она простой, необразованный мужик. Даро Божие, данного тебе недостойному, не обращай в повод гордости, а к смирению, ибо кому дано много, с того много и спросится, а кому мало дано, с того мало и спросится. Не говори, я благороден, а он низкого рода. Земное благородство и без благородства вера и добродетель пустое имя. Что в моем благородстве, когда я такой же гречник, как другие, или еще хуже? И любить-то ближнего надо не по своему, а по Божьему. То есть не по своей воле, а по Божией. Наша воля любить бы только любящих нас, а врагов или неприятных нам почему-либо людей презирать, ненавидеть, гнать. Но Бог хочет, чтобы мы их-то тем более любили, как больных. Чтобы и мы-то сами, как больные самолюбием, гордостью, призорством и злобою, врачевали себя, любовью и смирением, прилагая этот всецелебный пластырь и на их сердечные раны. Исправляя духовные болезни других, отнюдь не надо быть высокомерным, не надо озлобляться или сердиться и выходить из себя. Думать не о пользе ближнего, а о самом себе и служить своему любосамолюбию и вообще своим страстям. Любовь не раздражается легкомысленными или гордыми и высокомерными поступками ближнего. Она долго терпит, милосердствует, не гордится, не мыслит зла. Аминь. «Моя жизнь во Христе» или «Минуты духовного отрезвения и созерцания благоговейного чувства душевного исправления и покоя в Боге». Янтон Штатский. «Сияясь, жизнь вечная, да знаю от Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». «Мне предпосылаю моему изданию предисловие, пусть оно говорит само за себя. Все содержащееся в нем есть не иное что, как благодатное озарение души, которого я удостоился от всепросвещающего Духа Божия, минуты глубокого к себе внимания и самоиспытания, особенно во время молитвы. Когда мог, я записывал благодатные мысли и чувства, и из этих записей многих годов составились теперь книги. Содержание книг весьма разнообразно, как увидят читатели. Пусть они судят о содержании моего издания». Издание Спаса Преображенского Валамского монастыря, 1991 год. Аминь. «Боже, будь милостив нам грешным, сотворивши нас Господи, помилуй нас. Вячеславица, вершим Господи, прости нас грешных, помилуй и благослови. Аминь. С воскресением, престол, на веру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 Я все время молился второе, чтобы Александр вернулся на родину, Александр Столженицын. И когда бабки старые делал печи, то стоимость печи 30 рублей, с котлом 35. Я деньги не брал, а говорил, вы разменяйте на рубли и возле церкви подавайте, просите, чтобы Александр вернулся домой. Он вернулся. Скажут, да он просто вернулся. Ты просишь хлеб наш насущный, дай нам на сей день, а другой не молится безбожник, бродяга, пьяница, богохульник. Но одинаково хлеб получили, у него даже лучше. Но ты по просьбе получил, а он просто взял, взял как вор. Потому что солнце восходит над злыми и надобрыми. Не смотри, что тебе люди говорят, ты продолжай молиться. О чем я сказал? В молитву свою включите вот это всенародное покаяние. Покаяние, те о себе пусть знают, наше православное покаяние в московской патриархии перед старообрядцами. Где участвовали, кого гнали, что с мусульманами делали, а теперь не знают, как от этого избавиться. Фактически на западе уже ни немцев, ни французов, там уже все поделено, и большинство исполняет мусульманские законы. Христианство это уже как бы в прошлом. Надо просто это увидеть. Я сегодня послушал, посмотрел последние выступления, люди, которые с этим связаны. Действительно, ситуация подошла к тому, что предсказывали. Но закончится тем, что будет одна религия в мире, а один еврей из колена Данова, и ему царство три с половиной года. А вот сегодня как раз пророка Илья отмечали. На сегодняшний день, день пророка Ильи 2 августа, у нас день нашего лагеря православного трудового, последняя была 15 комиссия, краевая против нас в 98 году. Они ничего не смогли сделать, мы остались. Поэтому лагерь фактически прекращает в этом году свою деятельность. Остаются у меня одни дроботы. Четверо. В Казахстан уезжает. Вот они. Юра, вот Анна, и где у нас Паша? Вот он стоит рядом с Юрой. И с этим я вчера говорил, как об этом помолиться. Их хотят везти к Насте, на них мать Настя, куда-то в Казахстан, дробот. Я это даже безумием не могу назвать, это хуже безумия. В языческую страну везти детей к неверующим дедам, не имея ничего совершенно. Он 8-й год. И 8-й год они ни копейки не платят. Я им объявляю, родителям, Игорь, без разрешения моего не брать, на меня пускай выходит, чтобы я им сказал, что если вы повезете туда детей, больше я ваших детей бесплатно брать не буду. Дети-то не виноваты. А их сейчас вбиваю в кучу, чтобы вы четверо воспротивились этому, не ездили. Лагерь закрыт как будто, а на самом деле вы можете жить до 28 августа. Бесплатно. Вас лучше там не накормят. Какая суета. Что вы там будете видеть? Среди изыщников. Это даже вообразить нельзя. Я прошу помочь в этом молитве, чтобы Господь вразумил родителей. Потому что обстановка у них дома крайне неблагоприятная. Крайне. Отца приносят полумертвого домой. Получки не приносят. Все пропивается. Тут скрывать нечего. Это я никакой тайны не открываю. Потому что он все время на отлучении. Маленько поднимется опять. По копейкам буквально собираем деньги, чтобы дом достроил-то. Все в частую пропито. И в это время ехать куда-то пять человек. Кому совершенно неизвестно. Что это? Ладно. Каждая копейка дорогая. У меня пенсия домой даже не попадает. Я ее сразу на почтовом отделении уже вкладываю куда-то. Она не касается моих дверей. А вы поедете куда-то трясти. Есть о чем помолиться. Если в этом не будет у них понимания никакого, значит последствия для ребятишек будут неприятные. В следующий год они будут неизвестно где. А деньги они не заплатят. У них нет ничего. Просто нету. Почти на каждом собрании найдет муха с баночкой, ходит на них пожертвование. На них специально отдельно пожертвование. Где-то кто-то что-то дает, мы сразу в эту копилку кладем. Что попадает для семьи, мы не знаем. Но знаем только одно, что опять в дребезги его мать все время звонила. Вы еще мер не принимаете, Андреева мать. Она просила. Он опять всю неделю его не видит. С безбожьиками пьянствует. Он мастер. Все под наготную идет в отвал. И в это время куда-то детей везти. Для меня это большое переживание. Настя, так сказать, и НАПА уже большая. Я сказал, бери руководство на себя. Если мои слова до вас доходят, значит, вы воспротивитесь и не поедете. Никуда они вас не увезут. Вы будете здесь жить. Или где-то уж. Домой они могут забрать вас детей. Но все они вас не могут. Никак прячьтесь по углам и не ехать. Ни под каким видом. Ни за чем. Вредно. Во всех отношениях. Да за нас кто-то заплатит. Заплатит? За это платить надо. Я сегодня только узнал, что я не вижу, где это Люда-то ищу. Вот она. Все время что-то там какие-то консервы делает. Нам дает. Я ничего не знал. Только сегодня узнал. Пожалуйста, назначь хоть какую-то цену или чем-то заплатить. Я не могу. Мне это тяжело. Мы не нищие. Мы можем. Мы просто не умеем или что-то. Что дала. Там банки-то возвращают. Остальное ваш труд. Ну где-то мера должна быть какая. Мы не нищие. Они все время подсовывают. Велосипед поставлю. Отойду уже. Полная корзинка этих огурцов или что наложат. Я молиться молюсь. Но мне хочется быть не должным. Написано никому не будьте ничем должным. Вот. Ну я знаю, вы все делаете. Просто я не могу передать внутренне. Внутренне я понимаю, что я должник. А должник значит я чем-то... Ну что у меня есть? Посмотрите, что я могу дать-то? Вот поэтому... Так вы муку уже дали. Достаточно. Вы, говорит, уже муку дали. Достаточно. Муку дали. Еще что-нибудь дамы. Хоть как-то бы. Потому что это не передашь. Я внутри себя. Мы не приучены к этому. У нас в семье было 10 человек. И отец никогда, нигде не протягивал руку. А давал обед Богу. Если благополучно отпасов полбарана... Мало же было-то разнести. И мы бабушкам разносили, которые беспризорные были. Мы не приучены были брать. За так. Поэтому я высказываю свое чувство в угнетенной совести. Я, конечно, если что-то примите от нас, я с удовольствием даже... Ну, мне помогает. Это тоже не мое. Даже мука, масло, там... Крупы какие-то. Это дает одна очень хорошая женщина. Звать ее Елена. Директор. И каждый год она дает. Что я напишу, она все дает. Даже если не успел отдать. Здесь на машине подвозит. Куда? Грузчики там свалят и все. Совершенно для нас не нашего круга человек. Просто запомнить. Вот я говорил о покаянии. А покаяние происходит от совести. Чтобы совесть была пробуждена. Ну и на занятия сегодня. Богу слава. Спасибо, Христос, за внимание. Заезжай, Виктор, к родителям. Да, спасибо. Самый домажный. Ну, ты, 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 ты. Да, но не ботик. Спасибо. Виктора. УGUION- � déplynthesis.